Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей. Я приветствую вас в Московском Доме Книги, самом большом книжном магазине города Москвы и России. Сегодня я хочу рассказать о книгах, которые связаны с социальной структурой общества, социальной средой, в которой живет каждый человек, включая нас с вами. И то, что появляются книги об этом, это тоже не случайно. Это говорит о том, что сейчас, наверное, мы все заинтересованы в том, чтобы понять и разбираться, что же происходит в социуме, что происходит в окружающей нас социальной действительности и среде. И начну я с книги, которая появилась буквально недавно. Автор ее Дэниел Голлман «Социальный интеллект». Это автор книги, которая стала очень популярной в недавнее время, которая называлась «Эмоциональный интеллект». Это направление, которое очень развивается за рубежом, и его поддерживают это направление, его развитие и в нашей стране, поскольку есть интеллектуальный коэффициент, который мы все знаем как IQ, есть и коэффициент, который говорит о нашем эмоциональном сознании, то есть IQ, то есть о том, как мы можем воспринимать окружающих, насколько мы контактны, насколько мы сопереживательны. Вот об этом как раз вот этот вот показатель, коэффициент, показатель того, как мы общаемся, как мы существуем в социуме. Так вот, есть еще и «Социальный интеллект». Именно о том эта книга, которая говорит о том, что можно быть очень развитым внутри эмоционально, но не быть готовым к общению в социуме. То есть надо быть сегодня, учитывая, что мы многие проживаем в мегаполисах, быть в том числе и социально развитыми, социально подготовленными, то есть быть готовыми к тому, что есть разные группы людей с разными мыслями, носителями разных идей, которыми надо быть толерантными, надо быть понимающими, может быть имеющими свою точку зрения, безусловно, но тем не умение не вступать в конфликты, разрешать их грамотно, цивилизованно. То есть об этом и речь в этой книге «Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях». Я написал эту книгу, чтобы приподнять завесу над нарождающейся наукой, которая чуть ли не каждый день совершает удивительные открытия в области межличностного взаимодействия. Нейронаука установила, что само устройство нашего мозга делает нас коммуникабельными. Стоит нам оказаться поблизости от другого человека, как наш мозг ощущает непреодолимую тягу подключиться к его мозгу. Таким образом, отношения с людьми в удивительной мере формируют не только наш личностный опыт, но и нашу биологию, то есть физиологию нашего организма. При взаимодействии нашего мозга с мозгом близкого человека мы меняемся. Насколько эти изменения будут благоприятны, может зависеть от того, смеемся ли мы над одними и теми же шутками, а насколько глубоки, от того, какие гены активируются или не активируются в Т-клетках этих пехотинцах иммунной системы, призванных отражать атаки бактерий и вирусов. Помимо этой книги, одной из новых и, на мой взгляд, очень интересных книг является книга Дугласа Мюррея «Безумие толпы». Вот здесь как раз мы впервые, наверное, в зарубежной литературе сталкиваемся с тем, что само общество уже понимает, что есть пределы толерантности. Толерантности, то есть такого безусловного отношения к разным мнениям, которые Европа в данный момент, страны Европы, на мой взгляд, где-то даже чуть преувеличили свое отношение к толерантности. Вот в этой книге как раз зарубежного автора говорится о том, что мир сошел с ума, и если быть совершенно абсолютно толерантными, то это, наоборот, приведет к разного рода конфликтов. И разные меньшинства, не обязательно, если мы говорим только о меньшинствах сексуального направления, ни в коем случае, меньшинств гораздо больше, но, тем не менее, они диктуют, они подчиняют иногда большинство своим интересам. И вот когда это происходит массово, тут как раз происходит дисгармония, дисбаланс в общении людей в социуме, и начинаются конфликты, которые также мы наблюдаем сегодня в современном нам мире, не только за рубежом, но и в нашей стране. Итак, безумие толпы – проблемы, которые могут возникнуть с талерантностью. Об этом эта книга. Мы проходим через великое безумие толпы. На публике и в частной жизни, как в интернете, так и вне его, люди ведут себя все более иррационально, лихорадочно, стадно и попросту неприятно. Ежедневный поток новостей полон последствий этого поведения. Тем не менее, хотя мы и видим повсюду симптомы, мы не видим причин. Этому давались различные объяснения. Они, как правило, предполагают, что любое безумие является следствием президентских выборов или референдума. Но ни одно из объяснений не проникает в суть того, что происходит, поскольку за всеми этими ежедневными событиями стоят гораздо более масштабные события. Пришло время встретиться лицом к лицу с истинными причинами всего того, что идет не так. Примерно в том же ключе есть и вот замечательная книга «Нервные государства» о том, как сейчас эмоции правят политикой, эмоции правят социумом. И иногда эмоции, которые выражаются на уровне средств массовой информации, влияют на позицию каждого человека, живущего в той или иной стране, который находится под влиянием средств массовой информации, потому что здесь очень много внимания уделяется Соединенным Штатам Америки. И особенно тому процессу, который происходил несколько лет назад, когда происходили выборы с участием Дональда Трампа на постпрезиденты, когда страна стала очень эмоционализированной, то есть настолько увлеклась эмоциями, настолько поддалась чувствам, когда люди, выбирая, ставили свои, скажем, предпочтения выше, наверное, каких-то разумных, потому что услышали какую-то эмоциональную речь предвыборную того или иного кандидата. То есть вот об этом очень большое количество страниц автор уделил этому, как раз периодов в истории Америки. Я думаю, что это не случайно, потому что в Европе люди также столкнулись с тем, что эмоциональные подходы, эмоциональные инструменты кандидатов, они иногда как раз очень сильно влияют на результаты выборов. В общественной жизни обвинение в эмоциональности традиционно подразумевает, что кто-то утратил объективность и поддался иррациональным порывам. Желание направлять эмоции и телесные инстинкты в политических целях далеко не ново и имеет свои центры элитарного контроля. Но есть существенное отличие. Оно ведомо скорее враждой, нежели желанием мира. Сила чувств в современном мире привносит в демократические страны изменения, которые нельзя игнорировать или обратить вспять. Такова теперь жизнь. Мы не можем откатить историю назад, ровно как и переписать ее. Чем ругать влияние чувств на современное общество, нам следует научиться прислушиваться к ним, учиться у них. Чтобы достойно прожить новую эпоху и обнаружить за ее пределами что-то более стабильное, нам необходимо в первую очередь понять ее. Ну, мы все люди, конечно, мы являемся участниками человеческих сетей. Что это означает? То есть мы... на нас влияют соцсети, средства массовой информации, наше окружение, близкое или дальнее, даже окружающие посторонние люди, которые в итоге влияют на наш стиль поведения в обществе, на наш стиль общения. И, соответственно, мы подстраиваемся под некие модели, которые нам формируют как раз вот это окружение. Вот об этом эта книга тоже зарубежного автора Джексона, который говорит о том, как не быть вовлеченным, скажем, в некие схемы, в некие модели, которые нас, возможно, не устраивают, но мы вынуждены с ними считаться и становиться частью вот этого большого мира социальных человеческих сетей. Если мы хотим понять, насколько силен и влиятельен тот или иной человек, первый и естественный вопрос – скольких людей он способен мобилизовать или побудить к действиям. Ведь именно это говорит о степени влиятельности его личности. Сети помогают нам определить и измерить эту степень. Прежде всего, можно просто установить количество людей, с которыми знаком человек или которых он считает друзьями и коллегами. В сегодняшнем мире можно задаться еще и вопросом, сколько у него подписчиков в соцсетях. Как мы видим, от того, сколько у человека друзей или подписчиков, во многом зависит изменение взглядов и социальных норм в обществе. Итак, я вам рассказывал о книгах, которые появились относительно недавно и вот совсем буквально на днях в наших книжных магазинах. И касаются они социологии, соционики. Приходите, если вам интересна эта тема, к нам в магазины. Вы узнаете больше об этих книгах от наших консультантов и больше ассортимента увидите на полках. Ждем вас в Московском доме книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова